здравствуйте друзья у нас такой сегодня дачный репортаж сейчас подойдет светлана мы поедем в магазин за даже не знаю светочка ты скажешь зачем именно мы едем в магазин потом у нас гости вот через час приезжают должны приехать гости из сакрамента максим его супруга и двое деток мы не видел их никогда раньше нового за кучи вот мы увидим вы увидите . что мы хотим от этого магазина такой весь органический покупать овощи там вот это есть капуста которым пекинская вот это пекинская капуста органическая только в этом магазине больше вот такого качества хорошего поэтому мы сейчас затоваримся а к 8 капусту мы очень быстро то есть мы сегодня вечером есть смешаем так говори громче теперь я показываю дорогу чтобы вы видели как мы доберемся сейчас до магазина мы едем по санта-круз друзья рассказывай так гости придут гостям было сказано везите вкусную и здоровую пищу будем ее готовить и сказать что именно они везут я не могу поскольку не было никаких значит там указаний с их стороны не поступало а мы света хотим приобрести кроме капусты пекинской что остальное все собой привезло но у нас есть челлендж я никогда уже я не умею вообще ничего делать того что связано с блинами с тестом это совершенно не мое амплуа призвание да у меня никогда это ничего не получается поэтому я уже подумала что мы хотим есть пельмени мы уже соскучились по пельменям и будем делать пельмени сами но поскольку я тесто не умею делать то я пошла и кроме того вот тоже интересный момент по моему просто обычное тесто там делаться мука и вода я не знала примени на вареники я не умею его замешивать но я купила такое тесто для в китайском магазине для их вот они как называется рэпс это всевозможные их такие пельмешки такие всякие штучки вот а начинку я сделаю сам но чем не заключается в том что у нас нет пельменоделки чтобы выдавливать и кроме того вот это тесто который купил она уже порезано кружочками и там этих кружочков немерено в одной упаковке такой вопрос люди штук 100 наверно мы из каких-то принципиальных соображений не хотим съесть пельмени которые нас морозилки лежат нет не хотим расскажи ну там добавлено то что мне то есть ты хочешь знать что там есть я хочу знать что там есть я перебрала там этих рапов целую кучу посмотреть что там можно меньше ингредиентов конечно то что ты купила какие-то ингредиенты ты даже не назовешь там конечно какие то есть вещи которые позволяют сохраняться иначе вон отсюда не есть это же не тесто который ты сделал тут же готовил но я выбирал так чтобы этих веществ всяких гораздо меньше и самое главное вот почему у китайские такие вареники и племенчики очень вкусные почему потому что они добавляют глюкомат натрия ой кошмар глюкомат натрия это усилитель вкуса и вот вроде бы ежи тебе так вкусно и ты не можешь остановиться хочется еще 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 друзья всегда можно добавить в виду что-то что съел и сразу хочется остановиться вот даже сегодня до сегодня мы купили замечательные орехи как они называются ты имеешь ввиду макадемия макадемия это гавайские орехи они немножко чуть-чуть по ней не скажу что они сильно соленые от них даже вот нет соленые соленую но чуть-чуть они соленые на мой вкус нормально на миша решил что слишком много соли в них и взял всю эту соль смыл потом их подсушили сначала на воздухе потом немножко в духовке в чем они теперь сухие стали но они изменились друзья я очень доволен но я не могу сказать что они стали сильно вкуснее не стали вкуснее но теперь их много не съешь ты берешь отец жиршего и понимаешь что тебе больше не хочется света думает что это вот из-за соли соль побуждал оператор соль безусловно конечно соль сам по себе да вот обычная вот натрий гор это конечно усилитель вкуса и безусловно если есть еда не соленая ты не съешь никакой как ты думаешь мы можем стать вот так тесно мы хотим ученым тут не встать мне только не нравится что там желтая вот это вот что сделай сделай назад и вперед не знаю что да постой постой давай так давай мы с той стороны встанем я обнаружила что в этой машине чтобы включить камеру спереди нужно поставить назад ехать и тут же перед это камера остается и можно очень прекрасно заехать даже самую узкую свечка у меня нет такой проблемы я легко заезжают даже в самую узкую штучку без ничего вот тут достаточно широко да тут такое целый вольво turbo а мы на нашем маленьком мерседесе сюда впишемся как родные так ну что друзья отправляемся в магазин и входе в магазин друзья написано что как бы так объемно когда берешь сразу вот то скидка 20 процентов но не кофе не чай и не вода друзья дают пробовать такие хрустяшечки хрустяшечки банановые вот так что я взял с джинджер прикусом а там есть шоколадную давайте мы посмотрим что будет вам хорошо хорошо ведет идем дальше выбрасываем идем в народ народ это там где света такие маленькие эти штучки попутки очень маленькая совсем больше пока может спросить у них я таких маленьких очень не видел никогда что их вот он в китайском они не органические но они ты знаешь что красивые они делают даже не только в том что они красивые ваши а у них каждый вот этот качешок запечатан в отдельный пакетик да и он сохраняется просто они довольно растрепанные когда их вот так вот кидают они ломаются и все такое прочее то есть даже вот китайский фуникультура этого дела гораздо выше а смоги ты не хочешь это себе вот умеет форму пока не это форма друзья что-то не было раньше формы до сезон до вот они персимоны до персимоны это и есть форма за трешку фунт ну да вот с этими с этими проблема что может быть они вяжут но вообще она мягкая на эти она мягкая и не вызывает ощущение что вяжет так чисто в руке а эти они точно не вяжут но они как яблоко такие каменюки а нет вы знаете что я думал что они как каменюки они тоже мягкие они достаточно мягкие хотя не все не все красивые какие яблочки правда 250 это дорогой магазин тут все такое с понтом органическое такое выпендрежно органическое поэтому тут дорого вот посмотрите какие маленькие игрушки 3 доллара за фунт друзья вот такие груши когда я обнаружил светлана тут а почему в зеленом ряду я конечно хочет где-то тут съешь кривной дедушка нет нет я хочу просто впечатление я не помню чтобы мы ели с тобой такие игрушки я покупаю такие груши правда она немножко покрупнее они довольны всегда дорогие а здесь они все органические до 3 доллара стоит за фунт это подойдет это вкусно друзья теперь я буду пробить хорошие я думаю что не понимаю можно же взять большую грушу тоже будет вкусно они другие вот эти они эти немножко вяжут чуть-чуть крупный виноград я друзья виноград не могу есть там слишком много сахара цвет у нас есть молоко козье и если бы брать козье то я бы конечно брал стеклянные баночки подошла на меньше раз и одно такое более прикольное козье дно можно взять кокосовое вообще кокосовое вот это кокосовое мы сейчас найдем так кокосовое 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 по вряд ли мне вот такой не брал наверняка есть как в это дно танец а какое-то брало вон что почему то я не знаю как они его делают потому что вот кокосовое внизу вон она но это время дай посмотрим сколько у него жирности о личном да это как бы сливки получается да например наверно то какой сливки для кофейков друзья исключительно для кофейков ну давай возьмем чё подожди коконат бейс вот органик коконат крим кейн шугар кейн шугар это плохо кейн шугар это тростниковый сахар сахар не хотели все довольно интересно они на пересосках там полочку высобачили онлайн light но подожди они все лают и говорят что там подешевле этого 2 доллара со скидкой нет назад она был все видишь она никаких и дополнить так мы сейчас посмотрим ингредиент чтобы точно значит вода органические кокоса горы и вот этот гуаргам это все равно загуститель поэтому я бы такой не брала обрала бы такой где нет этого города мои сетки есть тогда вашей нашли нашли в баночке вот посмотрим тот который не имеет ничего кроме воды и проблема выбора давай вот этот вот ничего не имеет видишь органический очень такой жирный кокосовые сливки и вода берем берем ну что друзья едем обратно свет что там с пельменями с рецептурой вообще когда-либо делали пельмени и не помню ты знаешь что мы никогда не делают перемене всему потому что всегда ели готовы и они мне очень нравились так но там тесто не то вот ты знаешь интересно когда ешь вот эти обычные пельмени на русских магазинов и сравниваешь с китайским китайским что других по вкусу но они легче переносится как организм все-таки отчеты есть в тесте в этих вот наших таких вот традиционных применях чего на нас не очень хорошо влияет поэтому китайское тесто начинку я делаю сама но поскольку я точно не знаю как и делать вот друзья вы видите дорогу увидите справа агитацию к выборам которые через пару дней вот сегодня суббота а во вторник выбор вот эта агитация так рассказываем дальше поскольку я точно не знаю как это делать то надо делать наугад ну наугад это что конечно мы туда будем запихивать сырое мясо я купила два типа мяса я купила очень хорошую говядину органическая и свининку немножко да довольно постно так вот я раскрутил на блендере лука много так причем да простят меня наши зрители так добавил туда сироп от сквашеной капусты потому что мне нужно сохранить сироп потому что это я делала вчера думаю если так просто оставлю но там потемнеет пожелтеет в общем что он в запаске ничего хуже не будет то есть это уже нет реальность некоторые вот добавлю туда чеснока и соли и перца собственно вот это все вот и дальше весь вопрос том как нам удастся все налепить потому что я понять не имею как эти китайские штучки лепятся так вот так ли они склеиваются да потому поставимся в заморозку и будем потом варить ну уже аппетитно звучит сану только нужно их налепить ты понимаешь и пельмени все-таки это довольно мелкая работа сидеть и лепить каждую штучку знаешь мне кажется это мелочь если только тесто такое что слипается а то знаешь бывает вот так пытаешься слепить она разваливается но я думаю я еще не открывал это тесто но я думаю что если смазать самый кончик чуть-чуть пальцем воду намочите так смазать чуть-чуть то на воде на должен склеиваться а это такие китайские кусочки теста которые окна вонтон суп или они такие как бы даже прозрачные чуть-чуть просвечиваются я купила два раза я купила одни для вонтона не раз и прозрачные а вторые я купила для под стекерс они более толстые дать такие китайские туз большие пельмени крупные вареники вареники но они по размеру по диаметру абсолютно одинаковые то есть вот я сюда взяла не тоненькие их много-много там в этой упаковке вот но первый блин наверно комом посмотрим что получится но у нас гости у нас веселуха мы бельмени в самый раз на самом деле стал уже вот солнце светит сейчас погода отличная но ночью в общем-то было довольно прохладно и с утра я все-таки включила отопление потому что уже была зябка вот так вот а зимой пельмени и самое милое дело а вот ты к чему подрела друзья у нас сегодня зимний сюжет у нас зимний он не зимний калифорнийский зимний калифорнийский сюжет а уже ноябрь уже у людей там снег по колено да так у нас уже поменяет временно зимний дата а у нас меняют значит надо для наших трансляций тогда будет перестроиться потому что я ориентируясь по московскому времени нам нужно будет понять когда это делать все друзья мы прощаемся но ненадолго